Где попить вкусный и качественный кофе, насладиться приятной атмосферой, чтобы чисто и с вкусной едой? Я и мои подруги, профессиональные любительницы кофе, прошлись по нескольким кофейням Москвы и составили свой ТОП кофейн. Так что этот выпуск масса пользы и его однозначно стоит досмотреть до конца. С вами Яна Алексеева, понаехавший в лоб. Погнали! Слушайте, смотри, ты в черниках, я в беленьках. В черниках, в беленьках, в беленьках, в черниках. У вас чуть-чуть все добрые по-лексийски, я знаю. Мы делаем ревизию. Я думала, мы просто ходим по разным заведениям, которые нам нравятся, пьем кофе и рассказываем об этом моим подписчикам. Но у нас должен жить конфликт. Хей-йо, друзья, мы с вами сегодня в кофейнях и пройдемся по пяти разным кофейням города Москвы. Это будет наш ТОП. Со мной во всей этой заварушке участвует моя подруга Лия, которая подарила мне тот самый кофе, который я заваривала во френч-прессе, вот в этом выпуске. Смотрите его тоже. Лия – человек про эмоции, она тренер по эмоциональному интеллекту. Тренер по эмоциям, да, смотрись. В общем, она нас тренирует через свой любимый напиток – кофе. Это же навык прислушиваться к себе, прислушиваться к ощущениям вкусовым. После этого умеем прислушиваться, что у нас, где вообще, что мы чувствуем-то на самом деле. Очень полезный наш. Мы будем оценивать эти места по нескольким критериям. Первое. Будем смотреть, конечно же, какой кофе есть с клапаном. Лия стырила кофе. Я стырила кофе. Для меня было небольшим открытием, когда оказалось, что кофе можно нюхать прямо вот в заведении, если оно даже упаковано в пакет. У него есть специальная штучка пластиковая с дырочками. Это называется клапан, оказывается. Сожми и вдохни. Я никогда не знала, но когда я сейчас подхожу в магазине и нюхаю кофе, у меня некоторые продавцы спрашивают, что вы делаете? Я нюхаю кофе. Запах и вкус кофе могут отличаться. Поэтому, кроме того, что нюхать в магазине кофе, вы будете приходить в кофейне, просить вас тот кофе, который вам понравился по запаху, заварить и уже выбрать осознанно по вкусу то, что больше подходит. Это на самом деле, как выбирать хорошее вино, хорошее пиво. У меня есть друзья пивоманы, которые выбирают крафтовое пиво. Выбирать хорошую еду и также вы выбираете хороший кофе. Это один из тех обжарщиков, которые у меня были. Что-то у меня сегодня ничего не получается понюхать. То есть наличие вообще разного. Ассортимент кофе дают вам понюхать его, не дают понюхать. Для меня отдельный критерий, дополнительный стал это наличие питьевой воды в стакане, которую дают тоже, как правило, бесплатно в каких-то хороших кофейных местах. Как оказалось, не везде эта возможность включена, но она очень важна. Если ты пьешь много кофе, чистого кофе и наслаждаешься его вкусом, то вот этот вот пункт для меня вообще супер важен, потому что если я перебью кофе, я потом как дикая белка ношусь, у меня вот так вот сердце колоится, да, очень хреново. Потом следующий пункт атмосферы в заведении. Насколько все красиво, насколько тактильно. Эстетика, да, это все очень важно для нас. И мы говорим про кофейную культуру. Кофейная культура строится как раз таки не только на том, что мы просто берем в магазин и завариваем его дома, там, разными способами пьем, а вот именно на вот этих вот всех ощущениях, которые визуальные, аудиальные, слуховые, вкусовые, все-все-все, максимальное количество чувств затронуто. И поэтому мы оцениваем общую атмосферу в том числе. И еще у нас дополнительно добавился пункт еды, потому что сегодня, например, я хочу завтракать, я не позавтракала. Я тоже не позавтракала, просто здесь только открылось именно это заведение в аэроплане. И завтраки здесь будут со следующей недели. Я думаю, что когда выпуск выйдет, завтраки уже точно будут. Ну да, сегодня мы начинаем заведение аэроплана. Список кофейн для меня будет относительным сюрпризом, потому что Лия составляла этот список. И, ну короче, она просто умеет выбирать хороший кофейн. Поэтому сейчас погнали покупать наш кофейн. Посмотри, какие десерты. Конечно, атмосфера то, что надо. Мой любимый минимализм, нейтральные стены, белые чайники, деревянные столешницы. Отлично разбирающиеся в сортах кофе-бармены, которые готовы тебе что-то предложить. Но есть отдельный нюанс цены. Его мы обсудим чуть позже. Хорошо. Может быть, оградение? Пусть будет гиристос, красный чай, красный яблок. Я на поспу себе поискал. А понюхай ты не заразил. Надо же понятить. О, я хочу, чтобы это взберло. 600 квадрат. Пока наш заказ готовят, я пошла смотреть уборную. Не так давно завелся тренд среди кофейн и вообще хороших трапезных. В уборных ставить приятную и не самую дешевую косметику для рук. Ребят, давайте договоримся. Туалет за их денег – это одна из самых важных статей, которая только может быть. Первый глоток будет красный чай, красные ягоды, немного травянистый, а на послевкусие уйдет в барбарис. Ну, это же восхитительно, когда я мог бы так рассказать, а просто о кофе. Привыкайте, она всегда так разговаривает. Что ты ощущаешь в аромате? Кислятинка. Вот, кислятинка. Вот опять она меня мучает. А вот кислятинка какая? Это молочная кислятина, кислятина с прокисшего чего-то, это кислятина цитрусовая, либо кислятина ягодная. Это больше цитрусовая или больше ягодная? Больше ягодная кислятина с таким горьковатым послевкусием. Оно потом приходит. Звучит как классно, да? С горьковатым послевкусием. Вот такой кофе, ребята, можно пить, не заедая ничем вкусненьким в виде шоколадок, тортиков и прочего. Вот просто можно сидеть и пить, потому что он действительно вкусный, и этот вкус, его можно просматривать. Когда мы говорим, например, с точки зрения эмоций, в чем это помогает? Потому что когда мы замедляемся и выходим из вот этих автоматических систем, наш жизнь становится качественно лучше. То есть мы теперь не просто кофеинчика зерябнули, а мы наслаждаемся, мы прокачиваемся и живем, потому что жизнь у нас одна. Что перевожу на русский? Кто научился пить кофе, тот может не медитировать. Выкинем ли из кадра, выгоним мою обшину. Ем пирог, пью кофе, кинемический пирог, ягодно-маковый. И вместе это все очень вкусно. Вместе это очень вкусно. Здесь кислое, здесь кислое, немножко сладкое и идеально. Я бог объяснений, я знаю, в курсе. Ну все, теперь я буду доедать и переезжаю в следующую кофейню. Ли, не только про эмоции, она мне сейчас еще картинку настраивала, где нужно свет, тут ламп, тут предпродакшн. В общем, мы сейчас пришли во второй аэроплан. Суть в том, что вывеса какого-то заведения нет. Как попасть в этот? Вы ориентируетесь по зданию, что напротив. Здесь гораздо шумнее, потому что здесь больше людей. Это заведение открылось раньше гораздо, чем то, в котором мы были. Мы пришли сюда для того, чтобы позавтракать наконец-то. И сейчас мы вам покажем, помимо кофе прекрасного, который можно здесь попить, какие здесь есть еще завтраки. Ну я так скажу, это самый дорогой берег, который мне приходилось есть. 850 рублей. 850. На самом деле, это одна из самых дорогих из мобилевых стажей кофе. Здесь кофе дороже, чем в других местах. Но мы не всегда платим только за кофе, да, мы платим за атмосферу, мы платим за красивые лампы, за вкусно плачущие, за красоту, эстетику, как это все подано. Разговор шел о том, что это один из самых дорогих бейглов, которые мне приходилось есть. 850 рублей. Но очень своеобразный вкус. Я так понимаю, в кофейниках все должно быть кислое. Потому что хороший кофе кислый, правильно? Хороший кофе кислый. Кофе это ягода. Это очень просто. Ягода кислая, нормально. Черт возьми, так ведь правда. У клубника кислая нет. У меня все это ягода. Ягода может быть с кисленькой. Кофе это ягода. Если ягода не кислая, то затухнем здесь. Мы сейчас находимся с вами в кофейне Эрна. Я пока что не знаю, по какому критерию Илья выбрала именно эту кофейню. Но хочу сказать, что мне уже сейчас нравится расположение этого места. Оно находится в новом бизнес-жилом квартале. Здесь достаточно симпатично вокруг посмотреть в окна, как гуляют здесь местные детишки, как ездят машины с другой стороны. В общем, в принципе, район Полянки мне нравится и так сам. А здесь еще и кофейня. Она достаточно такая, я думаю, вы сами все видите. Она минималистичная. В ней ничего лишнего, как всегда, как во всех кофейнях, и должно быть. И сейчас мы пойдем смотреть, что тут по кофе и по еде. Воду я видела уже здесь. Можно наливать самостоятельно. Она находится возле стойки. Вот здесь вот прям возле входа. Берешь, подходишь, сам наливаешь и идешь пить кофе с водой из разных стаканов. Почему выбрала эту кофейню? Потому что мы прекрасные женщины Эрна. Легенда в кофейном сообществе. Первая женщина, которую допустили к кофе. Немножечко феминизма вам сейчас. Почему выбрала вообще эту кофейню? Смотрите на меню. Здесь есть потрясающая штука на вкусовые рецепторы. Это бомба. Сейчас будем смотреть, что там за штука. Интрига, в крайней мере, это задано. Это три в одном. Это с трех напитков, включающих в себя эспрессо, капучино маленького объема и черный фильтр кофе. Возможность попробовать. Большой спектр. Сегодня два фильтра заварены. Есть и клофе, и есть и колумбия. Более кислый. Что из них? Колумбия. Три в одном. Выглядит вот так. Заказала три в одном. В общем, это три варианта. Правильно я поняла? Это три просто разных варианта кофе. Это эспрессо, маленький супер капучино, фильтр. Прикол в том, что если ты не знаешь, какой твой любимый кофе, на самом деле, там, фильтр или эспрессо ты любишь, ты можешь вот так вот взять разом, попробовать все и определиться уже наконец-то раз и навсегда. Фильтр, капучино или эспрессо. И водичку принесли, потому что эспрессо пьют с водой. Будем сейчас пробовать. Эспрессо. Должен мне понравиться. Экспресс-вариант. Выпил, побежал. Концентрированная таблетка буквально на два глотка. Выпил, побежал, запил водой обязательно. Чтобы не разорвало по дороге количество кофеина в крови. Так, дальше. Капучино я буду пробовать последним. Потому что капучино, я думаю, это мой самый любимый напиток. Я сейчас в фильтр кофе. И это у меня, кстати, кей-нет. Но эспрессо тоже живетер. Фильтр кофе мне нравится больше, чем эспрессо. Потому что он меньше горчит. В нем как-то больше проявлен именно вкус кофе. Если хочется посидеть, понаслаждаться напитком, я лучше выберу этот однозначно. И даже если не хочется и наслаждаться, нужно срочно выпить, я все равно выберу его. То есть мне не нравится кей-кота в кофе. А в эспрессо она есть. И капучино. Капучино просто обычный на обычном молоке, да? Знаете, когда я пью капучино? Когда я уверена в том, что кофе не очень. Мы были как раз на Мальдивах. И неделю мы пили там разный кофе. Бросили с разным видом соевого молока. Так вот, даже капучино его не спас. Буду сейчас злияно говорить, что, блин, друзья, если кофе говно, то от того, что вы дольете туда молочко, это не перестанет быть. Ну, как бы. Ну, зачем? Ну, возьмите, выпейте просто молоко. Ты находишься на острове, на котором нет ни хрена вообще. У тебя нет ни вариантов. Вот пить кофе, это так же, как и бухать. Ты можешь бухать дешевые напитки, просто бухать ради эйфории. Это одна история. Но когда ты начинаешь понимать вкус напитка, ты начинаешь выбирать другие совершенно варианты. Ты можешь пить вино, ты можешь пить хорошее вино, потому что это вкусно, и потому что ты получаешь от этого удовольствие, из-за того, что это вкусный напиток. Такая же история получается из кофе, что ты можешь пить кофе для того, чтобы получить определенный результат, который кофе дает. Экспресс энергетик. Ты его выпиваешь так. И это называется бухать кофе. А когда ты пьешь кофе, потому что ты знаешь, что кофе может быть вкусным, и кофе можно наслаждаться в этот момент, то ты уже в этот момент становишься таким ценителем. Вот как ценителем хорошего вина ты можешь стать, так и можешь стать ценителем хорошего кофе, пить хороший кофе. Я все-таки выбираю фильтр кофе. Вот в качестве какого-то вкусового экспириенса он лучше всех. Здесь, в этом заведении, есть раздел в меню «Вкусовой опыт». И там вот как раз «Три в одном» и «Кеня» и «Козий сыр». То есть это два варианта. «Три в одном» – это то, что я вам сейчас пробовала и рассказывала. «Кеня» и «Козий сыр» – это заваренная воронка. Тебе приносят еще в дополнение инжирное варенье и «Козий сыр». То есть ты пьешь кофе и заедаешь это козьим сыром с инжирным вареньем. Вот сейчас тоже будем пробовать, что из этого выйдет. Забавная вообще история, мне кажется. Если вы, тем более, первый раз там, например, бываете в Москве или не очень часто бываете в Москве и хотите получить какой-то новый экспириенс, то, ну, как бы согласитесь, это не совсем типичная история, что что-то связанное с кофе может быть из истории дегустации какой-то, да, что можно какие-то, да, вообще все ощущения эстетические, вкусовые, слуховые получать. Активно получать где-то в кофейне. Ешь сыр и попробуй улучшать. Отличаются ли вкусовые ощущения? Ну, конечно, отличаются. На самом деле отличаются не совсем в выигрышную сторону для Козы, потому что, как по мне, он какой-то более как будто бы водянистый, то есть как будто бы сыр на себя немного отобрал вот этой вот кислотности кофейной. Теперь попробуем сыр в джем. Третий этап. Намакаем. И варал. У меня вообще на самом деле такое ощущение, что у меня эспрессо до сих пор все продолжает реверать. Вот это вот, вот это вот уже полноценный вкус. Вот такой вот. Знаете, вкус может быть как музыка. Вот на самом деле ты начинаешь это понимать, когда ты начинаешь пробовать разные блюда и натыкаться действительно на хорошие места, хорошие заведения, где шеф-повара, люди, которые так или иначе участвуют в процессе создания вот этих менюшных историй, они вот умеют сосчитать вкусы и умеют их грамотно подавать. И когда ты начинаешь сталкиваться с такой едой, с такими напитками, начинаешь изучать, как вкусы могут сочетаться между собой, ты начинаешь действительно понимать аналогию того, что еда, она как музыка. У тебя может быть вкусным, может быть невкусным, а если добавить к нему еще какую-то нотку, и она у тебя в качестве там какой-то следующей партии начинает взрываться во рту и играть свою какую-то определенную мелодию, а потом ты еще сверху добавляешь туда еще что-то, и у тебя это начинает на бэк-вокале играть. В какой-то определенный момент начинаешь понимать, что на самом деле еда обладает теми же свойствами, что и музыка. Ждать для тебя новую вселенную. Поэтому, когда я для себя узнала, что кофейная история обладает подобного рода свойствами, мне стало интересно, каково это. И вот сейчас я получила очередное подтверждение, что кофейщики, кофеманы, как вас назвать? В общем, люди, которые любят кофе, у них на самом деле точно так же развита вкусовая составляющая на максималку, как и хороших шеф-поваров. И прекрасно то, что мы с вами можем результаты этой любви к вкусам пробовать и наслаждаться. И вот девчонки брали, она ровная, мне получается, который с яблоком, ну, яблочной кислотностью. Я люблю кисленькие. Пробую калалумбию на мытой обработке. Хотите попробовать? Да, да. В этой кофейне дают попробовать кофе. Вот я вот очень люблю, когда вот заварен заранее фильтр, можно взять и продегустировать, что ты собираешься пить. Потому что, если тебе не понравится, ты можешь сказать, нет, дайте мне воронку. Давай. Не только я достаю висы, что вот так вот чашку у кого-то так вот встаю. Ааа, как вбелее все вороночки закрылись. Про вороночки разговаривают. Друзья, мы находимся в Blue and Brew. Blue, Blue and Brew. Blue and Brew. Я никак не мог вообще запомнить название этого кафе. Я была в нем уже дважды и хочу сказать, что это на сегодняшний день одна из моих любимых кофейн. Так уж сложилось. Потому что, во-первых, здесь готовят абсолютно чумовые панкейки с соусами там каким-то белым, ягодным. И это вообще фантастика. Во-вторых, здесь очень вкусный кофе. А в-третьих, здесь очень классная атмосфера, обстановка. Мы сейчас находимся в кофейне, которая находится на Бауманской. Есть еще возле Савеловского вокзала. Там вообще тоже панорамные окна. В общем, если светит солнце, это суперклассное, просторное, светлое помещение. Ну, во-первых, здесь очень классно. Они одни из первых ввели такой тренд на светлое кофейне. Получается, что это такой как бы стиль скандинавский. И вот именно этот минимализм, когда дерево, когда светлые стены и когда кофе, он же идеален. Еще и прекрасное зелье. Мало того, что здесь еще и красиво, так в этом году ребята выиграли еще в апреле в прошлом месяце. Это был чемпионат Ди Кофейн. Зазвание лучшей кофейни. Я не знаю, где они выгодят, в Москве или в России. Это был московский. В общем, московский чемпионат лучшей кофейни Москвы. Понятно, что английское название почему называется bloom and brew. Потому что bloom – это от слова blooming. Это когда заваривают кофе, воронку заливают небольшую порцию воды, чтобы кофе раскрылся. Это еще называют цветением кофе, blooming, предсмачиванием в народе, чтобы вышел углекислый газ и в воде проще было взаимодействовать с кофе и вытаскивать из него все самое вкусное. А brew – это заваривание. Сегодня к нам уже в этой кофейне наконец присоединилась Оля. Она смотрит в другую сторону, почему-то Оля. Человек, который занимается кофем профессионально. Муж у нее чемпион. Чемпион по приготовлению кофе с помощью кофе-машины. Чемпион Москвы по завариванию кофе с так альтернативными способами. Меня зовут Оля. Всем привет. Я один из первых кофейных блогеров в России, не побоюсь этого слова. Это было все еще в июле 2016-го. Я ходила по кофейням, пила много разного кофе. Потом постепенно это все переросло в историю образовательную. Сейчас у меня своя школа любителей кофе, где я рассказываю людям, каким бывает кофе в современном мире, как его пробовать, как его заваривать, как вообще проникнуться глубже с этой темой. Самое крутое, мы успели с Олей познакомиться до того, как начали снимать это видео, и это на самом деле вообще кладезь просто кофейных знаний. Потрясающий человек, который рассказывает всякие штуки, о которых ты даже подумать не мог. Вот, например, как нужно правильно нюхать кофе. Мы будем сегодня этим заниматься. Практически каждые выходные, иногда по будням, Оля собирает кофейные встречи разных форматов. Два основных – развитие вкусовых рецепторов, где участники дегустируют кофе и представьте себе груши. Разбирают их букеты, оценивают вкус и аромат, и структуру. Все это хорошенько сдобрено огромной долей полезной теоретической информации, которая пригодится каждому в быту. Я об этом отдельно как-нибудь расскажу, но не в этом выпуске точно. Вторая встреча – урок по завариванию кофе в домашних условиях. Я обе встречи прошла, и скажу одно – вся эта информация буквально рвет на части. Мол, все элементарное, лежит на поверхности, но вплетает в жизнь какие-то совершенно новые силы, которые включают сознание и качественно приподнимают себя на новую ступень развития. Я бы хотела, более сейчас дала мастер-класс, потому как кофе нужно правильно нюхать, потому что, казалось, кофе – это не вино, и его нужно по-другому вообще раскручивать для того, чтобы действительно аромат приобрел вот в своих вкусах. Ну, здесь, на самом деле, есть схожие моменты с вино. Нам здесь подали вот такие чашечки тюльпанные, как и бокал, да, и подали и другие чашечки, да, не которые, как бокал, но это ничего страшного, можно из разных чашек по-разному попробовать кофе и сравнить ощущения. Что мы сегодня будем делать? Можно вот так покрутить аккуратненько, опытной рукой покрутить кофе, немножко его взбодоражить ароматику, потом туда можно сунуть нос и вот оценить, оценить, чем пахнет. Мы оценили ароматику. Пахнет кофе, представляете? Не хочется озвучивать, пахнет не так вкусно, как было в прошлый раз. Но такое бывает с кофе, с людьми, потому что это такой сложный продукт, который меняется. Меняются люди, которые его заваривают, поэтому это духи времени. Тут буквально пару слов, пока я снимала атмосферу в кофейне, девчонки в это время заказывали себе кофе. И вот, что позже, оказывается, выяснилось. Расскажите, что не так было в кофейне? Бориска. Не, ну в общем, все так, в общем, классные панкейки по-прежнему. Был один нюанс. По сравнению с предыдущей, которая на Савёле находится, там нам все прекрасно заварили. И, кстати, там же я увидела первый раз за все время, пока я живу в Москве, как человек Оля заходит в кофейню, с ней просто вообще буквально все здороваются. И, наверное, поэтому там нам заварили просто вообще супер-классный кофе. Непонятно, почему, на самом деле. Если бы нам не было с чем сравнить, мы бы, наверное, сегодня даже не выпендривались. А поскольку было с чем сравнить, то вот получилось вот так. Ну, у меня был первый триггер, да, когда именно у меня, только бариста, к их неопытности. И я уверена, что они чуть-чуть освоятся, и будет у них все хорошо. А что не так было? В чем мне опытно заключили? Там было две Колумбии, две анаэробные. И они разного... Разный вкусовой профиль у них. Разный вкусовой профиль. И когда я спрашиваю, а чем отличается, у нее потерянное лицо, она берет две пачки, кладет и начинает читать. Сорян, ребят, но я тоже могу сама прочитать, да? Вот это на самом деле момент уверенности в себе, когда ты можешь говорить, даже если не знаешь, если ты не помнишь, посмотри ты мельком и начни просто это рассказывать. Это сегодня немножечко про, можно сказать, soft skills, да? Есть hard skills, то, как ты завариваешь кофе, и то, какой ты профессионал, именно бариста. А есть soft skills, которые обязательно нужны баристу. Это то, как ты общаешься с гостями, как ты подаешь то, что ты, в принципе, продаешь. В пользу той девушки, которая нас обслуживала, могу сказать, что она заметила недовольство девчонок, подошла и предложила заварить им что-нибудь еще. И тем самым сгладила немножечко ситуацию. Сейчас моя очередь пробовать кофе, который взяли девчонки. Вот для начала понюхать. Мне Оля рассказывала, что вот так она выглядит. Да, лучше поставить, чтобы движения были более равномерные. Потому что, когда ты поднимаешь, то вот это вот шатание, оно дает неравномерности, можно выплеснуть. Поэтому... в кружке же тоже я могу по нему... Ну, аккуратно, да, чтобы тоже... Сразу пьешь, как с винным бахатом. А ты можешь мне раскрутить вот эту вот? Ну, этот более такой... Какой-то прям винный, ну, то есть у него нету такой цитрусовой, яркой окраски. Ой, что делать? Ну, вот эту вот кислоту дают... Ну, кислоту дают после, то есть она потом приходит, после того, как ты выпил. Вот этот улитками пахнет. Вот этот вот кофе, он потом только у него кислота приходит. Он жирковатый вообще. Горьковатый. В общем, друзья, я не знаю, как выживу после вот этого нашего обхода, потому что фильтр кофе, который я выпила только что, очень жестко меня вштырил, взбодрил. Я сейчас в состоянии бешеной белки нахожусь. В общем, мы идем во вторую кофейню. Девчонки вон сзади со мной. Мы пришли в кофейню, которая называется Steam Coffee. Это вообще питерская история. У них есть одна кофейня в Питере. И вот они буквально, по-моему, осенью открылись в Москве. Может быть, весной, честно, я не помню. У них классные сырники, много видов. Мы сейчас это все вот... Наведем телефончик на меню. У них такая современная история. Вот, это Питер, Москва. Открываем Москву. Знаменитые сырники. Все. У них это все... Фрэнс. Сериал о Фрэнс или Секс в Большом Городе или Фрэнс. Вот у них сырники называются, как вот, да, по сериалу Друзья, либо Фиби там сидела, да, Полтер. Ну, в общем, тут они уже расширили, расширили линейку. Да-да-да, для фанатов Твин Пикс, да, для фанатов Во все тяжкие. Тут есть сырники по названию любимых героев. У них есть кроме сырников там всякие сладости. Они вкусно заваривают кофе. Я была у них, наверное, раз, не знаю, шесть или семь. И всегда было классно, очень круто. И самое важное, что мне очень нравится, я случайно к ним попала в первый день открытия, и у них было все супер просто. У них не было никакого технического открытия. Ой, вы нас извините, мы только открылись. Они сразу открылись и делали все классно. Это шикарная история. Мне они этим очень нравятся. Так, для этой кофейни у меня особенное задание, потому что я хочу очень вкусный кофе, и я хочу при этом, чтобы меня не... Короче, я вытоложил фильтр кофе, и меня шкирит как дикую белку. Может быть, какой-то вкусный чаечек. У нас очень много разных чаек. Ну, кофе бьем. Будем пробовать капучино здесь. Капучино делается на эспрессо. То есть мы делаем двойной эспрессо, делим его пополам, и вот одну половину собираем для маленького капучино. Если вы хотите большой капучино, то мы полноруем заодно эспрессо с молочком. Нет, я не хочу двойной капучино. Латте, это получается объем эспрессо на маленький капучино, но в два раза больше молоката. То есть он очень молочный... Я не люблю латте. Латте я не люблю, поэтому мы будем пробовать капучино. И сырники, которые с голубой плесенью. Девчонки, мы же принесли их сырники. Они выглядят очень красиво. И вообще в целом хочу сказать, что мы прошли, получается, четыре кофейни. Из них две кофейни. Один, короче, бренд, и две кофейни, то есть два филиала. Всего мы были в шести кофейнях. И вот это вот самое дружелюбное. Ребята действительно рады будет нас видеть. Мы заранее написали, что мы придем. Пожалуйста, встречайте, нас ждите. И они очень приветливые, очень супер дружелюбные. И это вообще супер приятно, потому что когда ты ходишь в заведение, не для того, чтобы просто там выпить кофеинок. Набухаться кофе. Да, набухаться кофе. А для того, чтобы получить еще параллельную массу дополнительных эмоций, вот это вот заведение, короче, оно очень сильно впечатляет. У тебя прям с порога. Ну, ты чувствуешь, что тебя как будто вот здесь ждут. И то есть здесь получается не просто концепция друзей, здесь на самом деле друзья. Пробуйте. И можно еще на сывание даже попробовать, потому что она станет полегче и будет весло. Да. А вкусно очень. Вот. Это ваш сыр теперь. И это с голубым. Нет, это модненько. Они с лимончиком и с кишечным сыром. А, вы пропите? Нет. И что? Это очень вкусно. Какая-то очень такая рыхлая текстура на самом деле. Здесь сырник, так скажем, с секретиком, с сюрпризиком. И для того, чтобы вот этот сюрприз осознать, нужно действительно, как говорит наш тренер эмоционального интеллекта, которого вам сейчас не видно, она здесь, по-прежнему смотрит на меня. Вот это вот действительно для тех, кто особенно там практикует себя в какой-то осознанной истории поедания еды. То есть еду ешь не просто ради того, чтобы быстро заглушить голод, или для тех, кто любит искать какой-то новый вкусовой опыт и он в состоянии вообще в принципе зафокусировать себя на том, что вот я сейчас ем и мне нужно это понять, что я ем. Вот эта вот история идеально просто подходит, потому что здесь такой букет, который не сразу врезается тебе в рот, а он такой размеренно долгий. Вот, то есть ты съедаешь, у тебя потом послевкусие, а потом еще одно послевкусие. И это очень классно. Капучино, смотрите, он практически выпит наполовину, у него все еще такая четкая текстура, он не покрылся огромными пузырями, о чем это говорит? О том, что молоко было взбито очень хорошо. История для тех, кто как бы не понимает, что такое хороший капучино, что такое хороший капучино? У него хорошо взбито молоко, гладкая, однородная текстура, есть некоторые контрасты. Бывает так, что если капучино не пьешь или пьешь, он потихоньку у тебя заканчивается, и пена такими большими пузырями. Рыхлая. Рыхлая, да. Значит, что просто плохо взбили, много воздуха, поэтому много пузырей, она поэтому такая все становится совершенно страшно выглядит. Это выглядит не страшно, потому что куки у Бористо очень грамотно настроены. А на вкус? Ну, здесь все гармонично, в этом кукучино мне все нравится. У него есть и кофейная нотка, у него есть и молочная нотка, ничто нигде не выбирает, не знаю, не выбирать. Текстура такая кофейно-молочная, во рту она обволакивает весь рот вот так вот и делает какое-то... Она как будто бы успокаивает на самом деле. Она как будто бы заворачивает тебя в теплое одеялко. Так. Ловкий боев. Маленький, хорошенький муравейник для крошечных муравейшек. Ароматно-сгущёночно-сливочный. И немного изюмом пахнет, знаешь, похож на кекс. Вот вчера была Пасха, и вот как будто на пасхальный кекс немножко по аромату похож, может там какой-то чем-то пропитанный, вкусненький. Да. Бомба. 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 Приятно, что такой холодненький, вот тоже там добавляет. Крупенький. Нас ещё и вкусно накормили здесь, короче. Я не могу не отмечать такую историю, потому что на самом деле это всегда чертовски приятно, когда ты за то, что ты делаешь, получаешь какие-то дополнительные бонусы в виде какой-то приятной обратной связи, ваших лайков и комментариев, в виде новых подписчиков и так далее. То есть ты действительно начинаешь понимать, что то, что ты делаешь, для кого-то важно, ценно и приносит какую-то пользу. Мы пока, девчонки, готовили кофе на баре, мы с ними разговаривали по поводу того, что концепция в целом кофейного какого-то дела, анонсирование кофейного дела, что она на сегодняшний день пока не так развита. Хотя на самом деле субкультура кофейников, кофейщиков, я всё никак не могу отворять слово, людей мира кофе. Людей мира кофе, да, она уже создана, она уже живёт, это определённая субкультура и офигенная культура. И вот в качестве такого презента и благодарности за то, что мы делаем такой выпуск, девчонки нам только что принесли вот такой вот классный родитель. Блин, мелочь, да, казалось бы, но это так чертовски приятно, это так вот греет душу, и даже ты понимаешь, что если ты где-то, может быть, в каком-то месте просядешь в результатах, то вот эта вот обратная связь всегда так круто вообще. Спасибо большое это кофейня за то, что нас так классно встретили, так приняли, с нами поговорили, нам всё рассказали, всё, что мы хотели. Нас очень вкусно накормили, напоили просто потрясающим каточкой капучино и воронкой, да, и у меня нет смысла. Осторг. Восторг, да. Алис, правда. Алис, правда. Алис, правда.